Значит, обойтись на проэкраны, пожалуйста. Спасибо. В двух словах я напомню, что наша больница была в 1958 году. Я говорю, что в учреждении мы имеем достаточно большой опыт лечения вообще онкологических больных, и в том числе больных, которые были опорно-двигательными аппаратами. Впервые проблемой опорно-двигательного аппарата у нас занимались Анатолий Нахимович Максон и Нахим Евсеевич Максон. И в 1972 году был организован блок лечения опухоли опорно-двигательного аппарата на базе первой хирургии. В 2002 году в связи с открытием нового корпуса блок был преобразован в отделение. Если так сказать, мы занимаемся ортопедической онкологией. Это специальность, которая находится на стыке двух сложных дисциплин. С одной стороны, это онкология, и в ее задачу входит максимально радикальное удаление первичной опухоли, с тем, чтобы контролировать процесс. С другой стороны, это ортопедия, и в ее задачу входит максимально возможное сохранение функции оперированной конечности. Для решения этого вопроса могут использоваться несколько вариантов для замещения дефекта после удаления пораженного участка. Это достаточно стандартные методики, аллопластика, эндопротезирование, различные варианты замещения дефекта с помощью микрососудистых анастомозов и различные варианты сочетания методик, в том числе внеочаговый компрессионно-дестракционный остеосинтез. В своем докладе я хотел бы как раз поговорить о вариантах алтопластики на микрососудистых анастомозах. Методика уже давно разработана. Идеальным трансплантатом является трансплантат из диафиза малоберцовой кости, забранной со слоем мышцы и питающейся с питающей ножкой из малоберцовой артерии. После взятия трансплантата он может быть сложен пополам в середине и установлен в место образовавшегося дефекта. Фиксация может быть либо накосной, либо то, что мы более часто применяем, это аппаратом внешней и внеочаговой фиксации, который позволяет срастить трансплантаты с местом удаленного препарата. И потом снятие аппарата в среднем наступает через 6-18 месяцев в зависимости от локализации. В случае достаточно большого дефекта эта операция может быть выполнена с двумя малоберцовыми трансплантатами, один из которых может перемещаться на сосудистой ножке разворотом, второй с помощью микрохирургической техники вшиваться в один из сосудов в области поражения. Операций таких исконно немного, их проходит где-то 1-2, но максимум 3 в год. Нозологи не специфичны. По локализациям в основном это идут достаточно частое замещение, это нижняя конечность или верхняя конечность. Проксимальные отделы, диафизы, распределение примерно одинаковое. Приведу несколько клинических примеров. В данном случае мы имеем опухоль диафиза плечевой кости, поражение локализовано в диафизе, и при удалении опухоли есть возможность сохранить небольшие участки в проксимальном и дистальном отделе плеча. Опухоль была удалена, установлен малоберцовый трансплантат на микрососудистых анастомозах, и его положение было фиксировано в Элизаровском аппарате, аппарате внешней фиксации. Через 6 месяцев, по данным рентгенографии, была достигнута консолидация пересаженного фрагмента с проксимальным и дистальным отделами плеча. И через 3 года мы видим явную гипертрофию трансплантата, увеличение его размера. Функционально мы получаем полный функциональный результат. Конечность выдерживает нагрузку и полный объем движений в обоих суставах, как плечевом, так и локтевом. Примерно аналогичный случай. Опухоль располагается в диафизе большеберцовой кости. Есть возможность сохранить совсем небольшой участок в проксимальном отделе большеберцовой кости, но этот участок не позволит установить какую-то ножку, предположим, от металлоконструкции. Диафиз был удален и замещено для усиления конструкции двумя малоберцовыми трансплантатами. Через год после операции была достигнута консолидация трансплантатов, а через 3 года мы видим явную гипертрофию трансплантатов. При этом больной после операции через 3 года нога полностью выдерживает физическую нагрузку. Второй снимок это больной стоит на оперированной конечности и полностью сохранена функциональность конечности. Более сложные варианты, когда поражение затрагивает не только костные структуры, но и мягкие ткани. В данном случае мы видим рецидив саркомы после неоднократных хирургических вмешательств в проксимальном отделе предплечья. То есть мы имеем поражение локтевой кости, деструкцию и большой мягкотканный компонент. Установка здесь каких-либо металлоконструкций достаточно рисковая, потому что если присмотреться, в данном случае имеется и свещевое отверстие в зону распада опухоли. Было принято решение об удалении проксимального отдела локтевой кости. Дефект был замещен опять-таки малоберцовым трансплантатом. Для увеличения функциональности и стабильности удаленного сустава трансплантат был взят с участком мышцы и схема операции приведена. Вид больного после оперативного вмешательства. Кожный дефект был укрыт расщепленным трансплантатом, кожным трансплантатом. И мы получили достаточно хороший функциональный сустав. Ну, не сустав, а подобие сустава. Еще одна аналогичная ситуация, когда в принципе без использования микрохирургической техники по размерам опухоли возможно было выполнение только калечащей операции. В данном случае это молодой человек, 24 лет, при росте 172 см примерно, он весил 46 кг. Опухоль фактически занимала всю область коленного сустава с огромным мягкотканным компонентом. И установка каких-то, предположим, эндопротезов в данном случае была невозможна. Просто потому, что закрыть дефект было нечем. Соответственно, ему была выполнена резекция, удален весь коленный сустав, перемещена малоберцовая кость, которая была сломана пополам. И дополнительно еще был перемещен мышечный лоскут. Через год мы добились хорошей консолидации трансплантата и фактически получили артродизированную конечность, полностью опорную. Больной ходит без дополнительной нагрузки. Есть, конечно, дефект походки. Еще один момент, где в значительной степени может помочь методика с микрохирургической техникой, это ситуации, когда по онкологическим делам все хорошо, а стабильности металлоконструкции нет. В данном случае в 2008 году больной был оперирован по поводу злокачественной фиброзной гистиоцитомы диафиза и было выполнено протезирование диафизарным протезом. Как мы видим на рентгенограммах, стабильности эндопротеза нет, потому что вокруг верхней ножки развились переостальные наслоения. И кроме этого еще произошел перелом металлоконструкции. В связи с тем, что максимальный отдел большеберцовой кости был совсем коротким и установка каких-то металлоконструкций в данном случае была проблематична, было принято решение об удалении этой конструкции и замещении дефекта малоберцовыми трансплантатами, что и было выполнено. На второй рентгенограмме мы видим снимки после операции. Через два года после операции видим хорошую консолидацию трансплантата и через пять лет его значительную гипертрофию. Одним из хороших моментов при использовании аутотрансплантата является момент того, что эти трансплантаты живут по законам живой кости. В данном случае больному по поводу злокачественной фиброзной гистиоцитомы дистального отдела большеберцовой кости была выполнена резекция с замещением аутотрансплантатами. Трансплантаты прижились, рано зажило, больной ходил на этой конечности достаточно удовлетворительно, но через два года после операции больной попадает в автокатастрофу. И при обследовании у нас мы выявляем перелом в области дистального отдела аутотрансплантата. Конечность была фиксирована в гипсовой лангете и через год после этого мы видим хорошую консолидацию самого трансплантата. Таким образом, в качестве выводов разрешите привести положительные и отрицательные моменты. Одним из положительных моментов можно считать высокие функциональные результаты, особенно когда есть возможность замещения только диафизарной части кости и сохранения хотя бы небольших участков в области выше и ниже лежащего сустава. Использование малоберцовых трансплантатов позволяет замещать дефект при сохранении самых минимальных участков от сустава, то есть отступление может быть около 2-3-4 сантиметров. Возможность одномоментного замещения не только костного, но и мягкотканного дефекта. Возможность использования трансплантатов в случаях, когда дефект является инфицированным или в области дефекта имеется металлоз, нестабильность при ранее установленной конструкции. Ну и последний момент это то, что фактически трансплантат является живым и при любых ситуациях, которые происходят с ним, он будет развиваться по законам живой кости. Из отрицательных моментов этой методики можно сказать, это высокая трудоемкость, высокая технологичность оперативного лечения, то есть требуется наличие специализированного оборудования и обученного персонала, владеющего микрохирургической тактикой. Большая длительность операции, что само по себе является предиктором дальнейших осложнений. И длительные сроки восстановления после таких операций, что не позволяет, скажем так, нецелесообразно выполнение данных операций при плохих прогнозах дальнейшей жизни. Спасибо за внимание. Так, уважаемые коллеги, наверное, вопросы о обсуждении после докладов, да, или сразу же как? Я думаю, можно сразу. Сразу, да. Пожалуйста, вопросы. У аудитории есть вопросы? Михаил Юрьевич, пока тогда такой вопрос для затравки. Как часто в год, вот у вас при вашем коечном фонде, сколько, какой коечный фонд? Около 520. Сколько, ну это не только же, а онкоортопедия. Онкоортопедия 30. 30. При коечном фонде 30, сколько операций в год микрохирургических, касающихся вот именно реконструкции крупных там костей, суставов, микрохирургических? 2-3 максимум. 2-3 максимум. У вас отделение микрохирургии отдельное? Отдельное. Отдельное, да? Ну, когда есть такие операции, это совместные операции нашего и их отделения. То есть в нашу часть входит это удаление опухоли, особенно, когда это проблематичные дефекты. А в их задачу входит забор трансплантатов, перемещение. И мы присоединяемся на третьем этапе, когда необходимо уже это всё собирать, вышивать, устанавливать аппарат. Спасибо. Ещё вопросы? Пожалуйста, профессор Сафин в Казани. Нет, я видел эти работы, но пока не пробовали. Спасибо. 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 Спасибо.